Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее наше практическое занятие посвящено конфокальной микроскопии с диском Нибкова. Как мы уже с вами видели с предыдущих практических занятий, конфокальная микроскопия позволяет как минимум получить оптические срезы нашего объекта и предоставляет другие достоинства по сравнению с широкопольной микроскопией. Но у конфокальной сканирующей лазерной микроскопии есть несколько недостатков. Ну и один из недостатков очевиден, так как она сканирует всего лишь одной единственной точкой, то время сканирования достаточно большое. Мы не можем эту точку бесконечно быстро передвигать. Причем тут даже ограничение не столько в физической скорости передвижения луча, сколько в чувствительности детекторов. Потому что чем быстрее мы двигаем, тем меньше времени оказывается на каждую точку нашего препарата. И тем больше мощность возбуждающего света нам необходима для получения достаточного количества света, тем меньше мы с вами света собираем, меньше фотонов, и, соответственно, здесь уже ближний фотонный шум начинает нам мешать. Поэтому скорость в сканирующих системах ограничена рядом с фактором. С другой стороны, есть еще один исторически важный тип микроскопии. Конечно, сейчас уже появляются достаточно быстрые и чувствительные сканирующие микроскопы, но, тем не менее, вариант микроскопа, сканирующий с диском Нибкова, до сих пор находит свое применение. Что это такое? Представим, что если бы мы могли с вами сканировать наш объект не одной точкой, а сразу же набором из нескольких точек. Например, что если бы мы могли просканировать наш объект сразу 10 точками? Это означает, что сканирование нам нужно сделать в 10 раз медленнее, чтобы получить такое же количество кадров в секунду. А также это означает, что в каждой точке наш лучик будет задерживаться на 10, опять же, в 10 раз больше по времени. То есть мы можем получить с каждой точки большее количество фотонов. Ну и если говорить о мощности луча, если мы будем уменьшать, например, скорость или увеличивать количество точек, можем уменьшать мощность излучения возбуждающего света для получения сопоставимой картинки. Как такой микроскоп работает? Мы с вами разбирали на лекциях. И пример это использование так называемого диска Нибкова. Посмотрите, на этом диске по спирали размещены отверстия, как раз вот эти пинхол диафрагмы. И эти диски мы можем вращать. Диски сделаны так, что одна треть поворота диска позволяет пройти вот этими отдельными точками все наше поле зрения, то есть как бы его просканировать. И, конечно, мы потом диск остановим, и увидите, что этих точек очень много, что позволяет поработать такого микроскопа с очень большой скоростью. А в остальном схема схожа со схемой обычного флюцентного микроскопа. У нас есть возбуждающий свет, в данном случае мы используем, опять же, лазер. Дальше у нас есть дихроичное зеркало. Посмотрите, оно отражает часть света, возбуждающего на наш препарат, вернее пропускает. Дальше у нас есть объектив. Так как это диск софокусен с нашим препаратом, то на препарате получается несколько таких точек, где возбуждение возможно, и возможно, соответственно, испускание света флорохрома. Объектив собирает этот свет. Этот цвет опять проходит через те же самые пинхолл-отверстия, которые использовались и для получения, соответственно, освещения. И вот эта пинхолл-диафрагма как раз здесь и стоит. Дальше она отражается от дихроичного зеркала, проходит через блокирующий фильтр, чтобы мы получили только реценцию от интересующей нас части спектра, в идеале от нашего флорохрома. И дальше мы собираем этот свет, но уже не на фотоумножитель, а на матрицу камеры. Причем это должна быть достаточно чувствительная камера, например, EMCCD. Мы рассмотрим работу такого микроскопа на микроскопе, в основном ресурсном центре. Это микроскоп CASE Cell Observer SD. SD это как раз spinning диск. Давайте вначале посмотрим, как его включать. Включим источник бесперебойного питания. Включим компьютер. Снимем с нашего микроскопа и защитный чехол. Как видите, данный микроскоп оборудован инкубатором, который позволяет поддерживать там температуру необходимую. И маленький инкубатор, накладка сверху на столик, которая позволяет поддерживать, кроме температуры, еще и газовый состав. Так как микроскоп в основном предназначен для работы, конечно же, с живыми клеточными культурами. Давайте откроем инкубатор. Откинем назад конденсор, чтобы могли установить препарат. И познакомим с микроскопом поближе. Это часть препарата водитель. Если помните, у лейки был контроллер SmartPoof, он выглядел немножечко по-другому. У этого микроскопа это такой джойстик. Чуть позже мы поговорим о нем более подробно. Дальше контроллер для осветителей флуоресцентных, так называемой калибре. Мы его разбирали, когда говорили о флуоресцентной микроскопии. Он позволяет менять яркость светодиодов, которые используются для возбуждения различных флуорохромов. И вот этот пультик, это возможность включить или выключить лазеры, которые мы будем в дальнейшем использовать для уже сканирующей, конфокальной микроскопии. Сама по себе конфокальная насадка сейчас отмечена стрелочкой. Это вот эта коробка, которой подсоединено в нашем случае две камеры. Посмотрите, камера слева, Qimaging, это EMCCD камера. Точно такая же камера стоит за этой насадкой. Так как внутри этого блока находится еще одно дихроичное зеркало, то мы можем снимать с вами на две камеры одновременно два канала, за счет разницы в дне волны спускания. Давайте включим лазера. Включим теперь камера. То же самое нужно сделать со второй камерой. В случае, если мы будем работать с живыми клетками, нам может потребоваться углекислый газ. Открываем до конца и делаем полоборота вентиля обратно, если нам потребуется углекислый газ. Если мы будем работать с живыми клетками, проверим, что в увлажнителе достаточно денизированной воды. И так как этот микроскоп тоже моторизованный, то управлять им мы можем при помощи вот такого пультика. На этом пультике на первой странице вы сразу видите все параметры микроскопа. Объектив, который сейчас установлен. Разрешение этого объектива для некого белого света, скажем 550 нанометров. Общее увеличение напряжения на лампе для проходящего света. Вы помните, напряжение лампы это и яркость, и спектральный состав. Конденсор. В каком положении у нас стоит, какая числовая апертура. Какое положение у нас по Z. Ну и, соответственно, какой размер полевой апертурной диафрагмы для света уже отраженного, ну или для флюоресценции, или эпифлюоресценции. С правой стороны есть выключатели режима проходящего света и режима эпи-иллюминации. С правой стороны в самом углу у нас есть коаксиальный микро- и макро винт. Также набор кнопок, которые могут быть запрограммированы под разные функции. В дальнейшем мы их увидим. Видите, кнопок несколько больше, чем видно сразу. Вот еще есть две кнопочки сзади, которые было не видно. Когда мы хотим установить препарат в наш микроскоп или поменять объективы, у нас есть возможность нажать на вот такую кнопочку. И это отодвинет объектив вниз, чтобы можно было безопасно устанавливать препарат. Кнопки, которые здесь есть, это кнопки движения вверх и вниз, то же самое, что макро винт. И кнопочка вот такая в виде треугольника вверх с полосочкой. Это возвращение объектива к рабочему расстоянию некому. Мы можем его сами запрограммировать. То есть мы, например, можем поставить препарат, навестись на фокус. И задать теперь, когда мы навелись на фокус в нашем препарате, это положение как рабочее положение. И теперь объективы у нас будут изъявлены вниз. При нажатии на эту кнопочку будут возвращены в это же положение. Очень удобно для смены объективов. Кнопочка включения оси проходящего света, кнопочка включения иллюминации. И кнопка Make it visible. Очень удобно, если вы запутались, у вас в микроскопе ничего не видно. Эта кнопка вернет вас в обычный проходящий свет, чтобы можно было хоть как-то увидеть ваш препарат. В дальнейшем можно было вернуться к необходимым вам настройкам. Вкладка микроскопа содержит установленные объективы. 40-ой объектив с водной иммерсией. Мы сегодня будем работать с живым препаратом, с включенным в водную среду, поэтому он нам с вами понадобится. Вкладка рефлектор – это установленные кубики. Мы будем работать с вами здесь в рефлексентном режиме с кубиком мультиполосным и, соответственно, с системой калибри. Ну, а в случае использования конфокальной насадки мы кубик здесь использовать не будем. Кубик конфокальной насадки свой собственный. Optowar – это возможность переключения между дополнительными увеличивающими линзами. Здесь, возможно, единичка и 1,6. И также для внешнего порта, для нашей конфокальной насадки, здесь есть вот тоже единичка, но немножечко другая. Называется 1-ext. Вкладка оптического пути позволяет нам переключаться между камерами и насадками для глаз. Левая камера – это конфокальная насадка, правая камера – это черно-белая камера, ну, глаза – соответственно, бинокулярная насадка. Полевая апертурная диафрагма. Мы можем их регулировать. В отличие от лейки, здесь, посмотрите, числа уже реальные, в миллиметрах и в значениях числовой апертуры. XYZ – это положение столика и положение Z. Если мы будем двигать, изменяется, можем их запомнить при необходимости. Вкладочка инкубация – возможность включения как раз насадок инкубационных. И здесь внизу CO2 small V – это насадочка с небольшим объемом для поддержания определенной концентрации углекислого газа. И наверху три вкладочки – HinsertP, HUnitExcel и HDef. Соответственно, это различные устройства для подогрева. Либо целиком всей камеры микроскопа, либо подогрева вот этой небольшой вкладочки, которая кладется на столик для подогрева вашей чашки Петри, либо подогрев устройства для увлажнения подаваемой газовой смеси. Обычно в случае CO2 5% стоит, можно его включить. Через некоторое время, видите, количество CO2 начнет расти. 2, 0,3 и так далее. Но отключим, не будем расходовать углекислый газ просто так. Также мы можем на вкладочке Display при необходимости отключить подсветку дисплея, если работаем с чем-то очень малосветящимся. Ну и вкладка установки. Здесь, в принципе, можно посмотреть, какие установлены объективы, какие установлены кубики. Установлена или не установлена парафокальность перепереключения объективов, чтобы, переключив объективы, сразу могли смотреть ваш препарат и не подводить резкость. Какие дополнительные порты установлены к каждой камере, сколько раз увеличивается или уменьшается изображение. И так далее. Здесь можно посмотреть, как запрограммированы кнопки на микроскопе слева, справа. И как запрограммированы кнопки на нашей вот этой вот док-станции. Вернемся на входную вкладку, нажмем Make it Visible, чтобы у нас все было готово для работы в проходящем свете. Давайте посмотрим на пультик для препарата водителя. Здесь можно двигать его в разные стороны, показываются координаты. Кнопочка на нем позволяет переключить в быстрый или медленный режим движения. И здесь кнопочки Home и Zero позволяют вам запомнить какую-то позицию. Например, вы сказали Zero на интересующей вас позиции. Куда-то отодвинули ваш столик. Потом можете нажать Home. И столик вернется на ту же самую позицию, которую вы запомнили. Давайте запустим компьютер. Так как этот микроскоп включает в себя конфокальную головку, то он не откроет возможность посмотреть через бинокулярную насадку, пока мы не запустим программу обеспечения. И не закроем здесь шторку лазерного модуля. Это сделано для того, чтобы случайно не повредить глаза. Вот на этой вкладке отключаем шторку с лазерами. И можем теперь с вами приступить к настройке микроскопа уже у Келлера. Здесь наверху это полевая диафрагма. Здесь внизу у нас, где конденсор, это возможность поднимания и опускания конденсора. Эти два барашка для центровки конденсора. Давайте полевую диафрагму немножечко приоткроем для начала. Так как мы будем с вами работать с живыми клетками, это будет лист Элладея, достаточно тонкий лист, который можем использовать без изготовления срезов. Ну и более того, так как там есть хлоропласты, есть их движение, мы как раз можем оценить скорость работы этого микроскопа. То так как у нас наш объект находится в водной среде, то и иммерсию нам лучше тоже использовать водную. Для этого микроскопа есть вот такая очень удобная иммерсия, называется Immersol W2010. Она обладает коэффициентом преломления как у воды, но в отличие от воды, которая очень быстро испаряется и стекает, данная иммерсионная жидкость имеет такой вязкий, на мед похожий немножечко, вязкую такую консистенцию, и поэтому с ней очень удобно работать, если вам нужно достаточно долго работать с вашими клетками, снимать их в течение дня, или даже может быть в каких-то более долгих временных промежутках. Давайте нанесем эту иммерсию на наш объектив. Буквально маленькую капельку, и опять же мы не имеем права лопаткой дотрагиваться до самого объектива, будем дотрагиваться до него только капелькой этой иммерсионной жидкости. Такой небольшой капли вполне достаточно. Ставим наш препарат, естественно, по кровным стеклам вниз, поэтому он у нас приклеен при помощи лакля ногтей. Перед этим мы с вами нажали кнопочку «Продвести объективы вниз», и сейчас мы найдем присущий у нас участок, и нажмем кнопочку «Возврата объектива к рабочему расстоянию». Вот видите, нажали, он аккуратненько подвелся, и у нас иммерсия теперь, иммерсионная капелька находится между покромом стеклом и объективом. Ставим обратно конденсор. Здесь мы можем регулировать с вами полевую диафрагму. Здесь у нас есть светофильтр. Мы поставим светофильтр дневного света, так как накал-ламп у нас маленький. С этой стороны у нас возможность изменения позиций дополнительных элементов, которые находятся в револьвере нашего конденсора. И здесь может стоять призма для революционного контраста, призма для фазового контраста и так далее. А с другой стороны вот эти кнопки – это возможность регулировки апературной диафрагмы. Как помните, в настройке по кулеру она нам с вами тоже пригодится. Давайте посмотрим, что видно через окуляр. Вот наш лист. Видите, не так много клеток. Хорошо видно. И более того, вот отдельные хлоропласты. Видно, что здесь двигаются. Хотя пока еще достаточно медленно. Уменьшим с вами размер его диафрагмы. Давайте ее сфокусируем. Пускай поднимать конденсор. Центруем. Откроем по полю зрения. В принципе, мы с вами навелись на резкость. Можем теперь посмотреть, как будет выглядеть эта же картинка на цифровой черно-белой камере. И немножечко про настройку камеры. Мы опять же пытаемся уложить все яркости, вот как видите, в такой диапазон, чтобы у нас не было потери данных. У нас здесь есть выдержка, у нас здесь есть возможность при необходимости биннинга. Как видите, мы сейчас биннинг включим. Яркости у нас будет слишком даже много. Поэтому без биннинга будем работать в нормальном режиме. Яркости нам хватает. Остальные вкладки нам пока не нужны. Мы их сейчас не будем подробно с вами объяснять. Но здесь вот есть, например, усиление камеры, которое, конечно же, нам сейчас точно не нужно. В проходящем свете нам цвета достаточно. Видно, что есть движение отдельных холопастов. Видите, хотя он достаточно медленное. И давайте мы с вами для сравнения сейчас снимем стек по Z в каком проходящем свете. Переключимся теперь в флюисцентный режим. Вот посмотрите, в флюисцентном режиме у нас, как вы помните, хлорофилл хорошо автофлюисцирует. И вот мы видим теперь эти хлоропласты отдельно прекрасно яркими в нашем микроскопе. Понятно, что через инкулярную насадку все не так хорошо видно. Можно посмотреть, что видно в других каналах. Например, в случае ультрафиолета, как видите, еле-еле различимые есть клеточные стенки. Но не очень интересно на этом канале. Поэтому будем работать с каналом автофлюисцентной хлорофилл. И тоже настроим здесь возможность съемки такого стека изображений с изменением фокуса по Z. Переключимся на дополнительное увеличение 1,6. Дополнительную линзу поставили. Опять же подстроим камеру. Найдем самую верхнюю часть нашего стек, с которой мы хотим снимать. Пометим ее. Самую нижнюю часть теперь пометим. Сдадим количество срезов, которое мы хотим с вами. И попросим наш микроскоп снять. На самом деле мне придется пропустить эту часть, потому что она займет порядка 8 минут. Это будет достаточно долго. При том, что вы видите, выдержки камеры у нас, в общем-то, являются лимитирующим фактором для скорости съемки. Величить количество света мы, конечно, можем, но это будет уже достаточно токсично. Вы сейчас увидите, когда мы будем сравнивать с вами изображение, полученное в конфокальном режиме, и в таком режиме, вы видите, что очень сильно изображение в обычном нашем режиме таком выцветает. Видите, я двигаю ползунок по времени, и яркость изображения сильно падает. Давайте переключимся теперь в конфокальный режим. Для этого нам нужно всего лишь выбрать наверху в этой вкладочки режим конфокальный ЭКГА в СЦУ, выбрать, что мы хотим с вами работать на режиме 633 нанометра, это соответственно возбуждающий свет, и переключиться, как и здесь видите, на левый порт. Это, соответственно, как раз наша конфокальная насадка. Ну, а также выбрать камеру, теперь не черно-белую, которая находится на микроскопе, а черно-белую EMCCD камеру с дополнительным электронным усилением, которое находится на сканирующей головке. И посмотрите, какая яркая картинка у нас получается. У этой камеры, кроме обычного усиления, есть вот так называемое EMCCD усиление, которое мы можем менять. Как вы помните, оно не так подвержено накоплению шума, и как раз оно позволяет нам очень слабый сигнал хорошо зарегистрировать, поэтому здесь оно стоит достаточно большое. В отличие от обычного усиления, которое просто умножает нам полученный сигнал на некоторую величину, это усиление позволяет нам на этой камере получать хорошее изображение, то есть количество вот этих регистров, которые при переносе заряда имеют шанс его увеличить. Как видите, распределение яркости у нас здесь тоже хорошее, можно переключить слогарифмический режим и увидеть, что оно тоже нормальное. Это вкладочка, это лазеры, у нас сейчас включен как раз только один с вами лазер, и посмотрите, здесь стоит его всего 1%, этого нам достаточно для такой автофлоресценции. Мы снимаем отдельные аппаратические срезы, мы видим движение вот этих хлоропластов, видите скорость съемки этой камеры, напомню, разрешение здесь сейчас 1000 на 1000 точек, на лейке мы когда снимали примерно с такой же скоростью, у нас там было 512 на 512 точек, а здесь практически живое видео, мы сейчас получаем порядка 12-15 кадров в секунду, в таком режиме 1000 на 1000 точек. Как видите, изображение гораздо менее шумное, мы сразу получаем изображение с достаточно хорошим соотношением сигнал-шум. Давайте точно так же настроим верхнюю и нижнюю часть препарата, который мы хотим сканировать, количество срезов оптических, которые мы хотим сделать, и запустим сканирование. Сделаем с вами достаточно большое количество, 30 кадров, это у нас 30 положений по Z, плюс у нас будет, мы хотим снимать 20 секунд, то есть у нас за секунду будет сниматься такой стек, у нас 20 таких стеков будет, понятно какая скорость работы установки. Сняли мы с вами изображение, в принципе теперь можем посмотреть, что у нас практически не изменилась яркость нашего препарата. То есть мы сняли с вами такой же объем данных, как в случае проходящего света, а препарат у нас практически не выгорел. Давайте попробуем остановить вот этот крутящийся диск, чтобы вы видите отдельные пинхоллы, отдельные точки, из которых формируется изображение. На этой вкладочке нажмем стоп. Сейчас диск замедляется, замедляется, сейчас остановится, и мы увидим эти точки. Диск у нас в софокусе, напомню, с препаратом, поэтому вот они. Видите, сколько мелких отдельных точек. Давайте чуть-чуть подправим яркость, потому что, конечно, вот мы теперь смотрим, как меняется яркость через отдельный пинхолл. Вот можем по Z походить или препарат подвигать. Это картинка, которая составляет собой одну часть. Если будем дальше диск поворачивать, то эти точки будут описывать круговые траектории, и треть диска нам как раз позволит полностью все поле зрения этими точками пройти. Давайте диск обратно запустим. Вернем камеру в тот же режим, в котором она была. Как видите, фототоксичность в этом режиме достаточно маленькая. Мы можем работать с клетками достаточно долго до того, как будут какие-то последствия. Ну и теперь мы можем еще посмотреть на наш набор данных вот в таком трехмерном режиме. Более того, можем сделать даже анимацию еще и по времени. Отключив здесь ускорение при помощи видеокарты, потому что после обновления Windows она перестала нормально работать. Делаем это без ускорения видеокарты в таком вот виде. Давайте запустим, посмотрим, как меняется эта картинка по времени. Конечно, имеет смысл обрабатывать картинку не на этом компьютере, а забрать это к себе в лабораторию, использовать какое-то бесплатное программобеспечение, например, тот же самый Fidja. Дальше я покажу, как будет выглядеть это изображение в этой программе. Для такой приблизительной оценки того, что мы наснимали, в принципе, вполне достаточно. И для получившегося у нас широкопольного изображения видно, конечно, очень большое количество внефокусного света. Кроме того, камера, хотя она охлаждаемая, достаточно чувствительная, она все-таки требует достаточно больших выдержек. Как видите, если мы сейчас идем только по Z, мы видим, как некоторые участки нашего препарата передвигаются достаточно сильно. Если же мы остановимся на какой-то вне определенной, скажем, здесь и будем идти по времени, мы видим, что вместо плавного движения у нас есть вот такие прыжки. Ну и последний момент, на который нужно обратить внимание, посмотрите, как сильно препарат выгорает. То есть, чтобы получить такую яркость в обычном режиме с центом, нам с вами понадобилось в широкопольном режиме давать такое количество света, что в принципе у нас уже было заметно цветание. Давайте попробуем теперь посмотреть, как будет выглядеть такой препарат, такая реконструкция в трехмерном режиме. И здесь попробовать его реконструировать. Опять же, так как это у нас все-таки режим широкопольный, мы можем сделать его полупрозрачным, чтобы все-таки он был такой полутрехмерный. Однако, если мы теперь будем двигаться по времени, видно выцветание, и если мы потом захотим сделать модель с такой картинки, это будет сделать достаточно сложно. Ну, вот внефокусный свет здесь, очевидно, очень сильно портит картину. Давайте теперь сравним это с получившимися у нас конфокальными изображениями. Вот наша конфокальная пачка. И как видите, если мы двигаемся по Z, во-первых, это действительно отдельные оптические срезы, во-вторых, между ними у нас не очень сильно успевают передвигаться отдельные хролопасты, и поэтому это все не так страшно. Ну, давайте опять же останемся на какой-то глубине и посмотрим теперь, как это все меняется по времени. Как видите, скачки уже гораздо меньше, потому что мы можем снимать с камерой с электронным усилением, вот эта EMCCD камера позволяет нам работать с гораздо меньшим количеством света. и с гораздо более маленькими выдержками. Ну и, соответственно, мы с вами умудряемся получить до 15 кадров в секунду. У нас 15 кадров – это весь наш Z-Stack. То есть один вот такой стэк – это всего лишь одна секунда. А таких стэков мы здесь сделали некоторое количество. 20 секунд мы с вами снимали, 20 стэков таких получили. Ну и еще хорошо видно движение. Давайте попробуем теперь вот эти данные точно так же реконструировать в виде трехмерной реконструкции. В данном случае пока что проекции. И отсутствие внефокусного света позволяет нам получить вот такую картинку отдельную. И более того, в этой картинке мы, естественно, можем двигаться еще и по времени. Давайте включим такое движение по времени. И попробуем нашу картинку посмотреть под разными углами. Например, можем посмотреть на нее так, чтобы видеть, как в клетках это все оказывается в продольном направлении. Таким образом, использование EMCCD камер и конфокальный режим позволил нам получать изображение с большим разрешением, 1000 на 1000 точек, с большим количеством кадров в секунду. 15 кадров в секунду в таком более-менее рутивном режиме. На самом деле можно попытаться получить еще большее количество кадров в секунду, уступаясь, конечно, чувствительностью и шубом. И этот микроскоп получается хорошо пригоден для работы с живыми клетками. У него, конечно, есть несколько недостатков. Ну и первый недостаток, так как мы видели, что много отдельных точек, которыми сканируется. Если у нас объект будет достаточно толстым, то свет от соседних точек может попадать на непредназначенный для этого пин-холл. И тогда режим уже не будет совсем конфокальным. Второй недостаток этого микроскопа, который все-таки имеет место быть, это то, что эти диски у нас фиксированы. Размер точек на этих дисках фиксирован. И если на сканирующем конфокальном микроскопе мы с вами могли изменять размер пин-холла в достаточно широких пределах, здесь размер этого пин-холла фиксирован. И значит, он будет оптимизирован только под какие-то определенные объективы. Для объективов, не оптимизированных под этот размер пин-холла на нашем диске, это будет либо потеря яркости, либо потеря конфокальности. Как раз вот объектив, с которым мы работали, он наиболее хорошо адаптирован для такой работы. Это потому, что понятно, для живых клеток иммерсия обычно у нас вода, и объектив под это как раз идеально подходит. Давайте завершим работу нашего микроскопа, закроем программу испечения, сохраним получившиеся данные. Выключим компьютер. Выключим лазера. Если бы мы использовали с вами живые клетки, нам еще надо было бы выключить углекислый газ. Вынем препарат, перед этим мы отведем объективы в них, чтобы случайно их не задеть. Снимем иммерсию. Она, конечно, водная, но все равно оставлять ее на объективе не стоит, потому что она засохнет. Точно так, при помощи капельки спирта. Присует... Вот так! Закроем аккумулятор, чтобы пыль не впадала в микроскоп. Накроем его и выключим источник бесперебольного питания. На этом наша практическая часть по оптической микроскопии завершена. Следующее практическое занятие у нас будет посвящено уже просвечивающей электронной микроскопии. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До свидания. До следующего практического занятия. Удачи! Продолжение следует...